Здравствуйте. Здравствуйте, все классно. Ой, так волнуюсь. Ну что, волнуйся. Катя. Вы откуда, Катя? Я из Ставропольского края. У вас там ночью, да? Ну да. Хорошо, в чем вопрос? Сбежала из дома, от детей. И, Артем Олегович, я всю жизнь не чувствую запахи. Даже так всю жизнь? Да. Как? Ну, может быть, когда-то я чувствовала, но осознанно я этого не помню и не знаю. И вот какой-то промежуток жизни я не обращала на это внимания, потом какой-то период стеснялась, а вот сейчас уже я понимаю, что мне очень хочется в этом разобраться и, ну, как-то стало меня это беспокоить, комплексовать, что ли. Есть что-то рядом с вами, что пахнет? Что-что? Есть рядом с вами, что пахнет? Духи, может быть, одеколон. Ой, ну сейчас, в данный момент, нет. Что-нибудь взять нужно, да? Ну да, что пахнет. Я просто из дома убежал. Ну, вы же там явно в каком-то помещении. Сейчас. Ну, не знаю, сено. Я ушла во двор, чтобы... Если там, не знаю, что у вас там может быть. Ой, смотрите, у меня есть розы. Вот. Есть розы. Они растут или они срезанные розы? Они растут, но я давайте сорву себе одну. Ну, ладно, одну сорвите, да. Ну, понюхайте сейчас. Я есть. Как? Есть аромат или нет? Нет. Так, Катя, а теперь к Wi-Fi нету аромата. Возьмите с собой розу сорванную и идите там, где хорошо интернет работает. Все, держите рядом. Вот теперь ответьте на мой вопрос. Как я это чувствую, когда я не чувствую запах? Как я это чувствую, когда я не чувствую запах? Пустота просто. Да, как это в теле я ощущаю, когда я не чувствую? Где пустота? Катя, подвисла опять. Где пустота? Где пустота это? Катя, где эта пустота? Ответьте на вопрос. Где она? В голове, в груди, где? В ногах, в руках, где она? Так, виснет опять. Так, не слышу вас. Еще раз повторите, где эта пустота? Так, Катя, повторите, пожалуйста, еще раз. Звук вроде появился, но я вас не услышал до конца. Где эта пустота? Пустота, вот в ногах сразу вата пошла, и как-то, наверное, в руках немножко, но в ногах ощутилась сразу. Да, ощущение ватности и пустоты в ногах. Да. То, что не могу чувствовать. Ваша задача состоит в том, чтобы сконцентрироваться на этом ощущении, и мы пойдем в ваше прошлое и найдем, когда это началось. Договорились, Катя? Сейчас сколько полных лет? 38. 38. Итак, скажите себе, мне 20 лет. Есть это ощущение? Мне 20 лет. Есть. Да, я чувствую это. Мне 10 лет, я это чувствую? Мне 5 лет, я это чувствую? Мне 5 лет, да. Мне 1 год. Мне 1 год. Чувствую, да. Мне 1 месяц, я в животе у мамы. Мне 1 месяц, я в животе у мамы. Чувствую. Даже как-то вверх подымает. Мне 1 день. Мне 1 день, я в животе у мамы. Мне 1 день, я в животе у мамы. Чувствую, но как-то меньше. Чувствую, но как-то меньше. Меньше. Сколько процентов осталось? В 1 день сколько осталось процентов этого ощущения? 20%. 20%. А не держатся эти 20%? Или постепенно проходят в 1 день? Проходят. Проходят. Мне 1 месяц, я в животе у мамы. Как ощущения в этом возрасте, когда мама знает, что она беременна? Как ощущения? 1 месяц. Мне 1 месяц, я в животе у мамы. У мамы, да. Начинается. Начинается. Да, вопрос теперь. Что за событие и за ситуация была тогда, когда мама узнала, что она беременна? Что тогда в жизни у мамы происходило? Связанное с этим ощущением? Что я вижу в этом? Не знаю. Я просто недавно разговаривала с мамой, проходила практику прощения, и я буквально несколько дней назад спрашивала у мамы, как я появилась. Раньше же они... До меня было много у неё беременности. от которых она избавлялась. И вот я спросила, почему вы меня именно решили оставить? И вот, может быть, на этой почве у меня просто какая-то ассоциация, что узнала мама и подумала, надо оставить. Вроде как не хотела. Старший брат был. И она кайфовала, что уже ребёнок взрослый. А что, она испугалась чего-то? Она говорит, что ей уже как-то было спокойно, одному семь лет, а тут опять второй, и ей не очень хотелось... Ну, опять вот эти все детские дела. Вот. Ну, папа очень хотел, прям требовал от неё родить, и вот она сказала, что... Поэтому я, наверное, такая вот счастливица. Из всех предыдущих выбрали меня. Так. Но мама сама не очень хотела, да, рожать? Ну, мама говорит... Я вот разговаривала с ней буквально на днях. Не очень хотела, она уже расслабилась. Ну, папа просто требовал, хотел, и, ну, раз забеременела, и решили оставить. Сильно не помнит. Да, вот это ощущение в ногах, которое я чувствовала, с каким переживанием мамы связано? Не идёт ничего, не знаю. Ну, вот оно появилось тогда, когда вас только сделали, и мама ждала от беременности в один месяц. Вот с каким переживанием мамы это ощущение связано в ногах? Может быть, что она... Какое-то, ну, что она одна, что ли, одиночество. Вот просто так хочется сказать. Хотя она не была одна тогда. Ну, так кажется, да, что она не чувствует от отца поддержки? Хотя у меня отец помогал с детями, ну, он так, у меня мама с папой, когда мы были маленькие, папа вроде помогал. Но вот мне так захотелось сказать, что какое-то одиночество. Вроде. То есть помогать-то люди могут, а вот другой вопрос, как партнёры себя чувствуют в той роли, которая в этот момент происходит? Одиночество. Одиночество. Наверное. Так. Сейчас как отношения у родителей? Отношения нормальные. Они у меня такие простые сельские родители. Вот. И, ну, папа выпивает давно, но он так вот просто выпивает и работает. Иногда бывает, там, обижает маму, но это у него началось, наверное, в переходном моём возрасте, и он как бы, не знаю, не алкоголик, но просто вот когда злоупотребляет, бывают у них там какие-то, в общем, скандалы. Хорошо. Давайте поработаем с тем, что вы осознали с этим, и посмотрим на результат этой работы. Итак. Итак, скажите себе, мне один день, я в животе у своей мамы. Мне один день, я в животе у своей мамы. Как там учение? Обычно. Спокойно всё? Просто. Ну, спокойно, просто как-то, да. Представьте, что в этот момент приходит к вам сам Бог и говорит, дорогая Катя, в твоей жизни получится так, что когда твоя мама узнает, что она с тобой забеременела, то она захочет сделать очередной раз аборт, поскольку не будет чувствовать большой необходимости в твоём появлении на свет. И тем более у неё до этого было уже несколько абортов. Но твой папа уговорит её. И при этом, несмотря на то, что мама всё-таки согласится, себя оставит, она всё равно будет чувствовать себя одинокой. Как будто вот жизнь, она не партнёрская, и семья у неё не партнёрская. Но всё это для того, чтобы ты в этот момент ощутила себя абсолютно гармоничной, счастливой и защищённой. Это для того, чтобы ты всю свою жизнь ощущала, что тебя любит сам Бог. И твои родители относятся к тебе ровно так, как они умеют относиться. И это вообще никак не будет влиять на твоё чувство защищённости, гармонии и любви к самым себе. Это для того, чтобы ты чувствовал, что ты всю свою жизнь будешь жить под защитой высших сил. Получая от этого удовольствие, наслаждение, чувство радости. И чувству эту жизнь во всём её многообразии, глубине и красоте. Как станет? Как-то в груди застучало. Мне один месть, а в животе ума... Да, что я чувствую? Мне один месяц, я в животе у мамы... Что я там чувствую? Светло. Комфортно в теле? Комфортно. Комфортно. Теперь постепенно из этого комфортно. Светло, комфортно. Переходите в настоящий момент. Почувствуйте себя сейчас в своём теле. Расканируйте его и попробуйте ещё раз выдохнуть ровно. Не чувствую. Что я чувствую, когда я не чувствую сейчас? Сейчас. Подушите ещё. Не чувствую. Что я чувствую, когда не чувствую? Да, сейчас. Расстройство какое-то такое. Грусть. Грусть – это от оценки этого ощущения. Вернее, факта. А ощущение, когда я чувствую. Вот я не чувствую запах сейчас. Не дано. Я не чувствую. Да, вот сейчас дышу розы и не чувствую. Как это ещё? Ну, не чувствую. Не чувствую и не чувствую. Вроде как будто так всегда и было. Так всегда и было. Привычное. Как будто привычное такое состояние. Привычное состояние. Что вы на самом деле всё чувствуете. Вы чувствуете все запахи, которые есть. Ваш мозг на это настроен. Прямо сейчас. Давайте через настоящее поработаю. И вы точно это чувствуете. Попробуйте ощутить в своём теле, что вы чувствуете все запахи. Сконцентрируйтесь на этой мысли, что у вас это есть. Я чувствую все запахи. Я прекрасно воспринимаю их. У меня отличное обоняние. Покрутите эту мысль в своей голове. Сконцентрируйтесь на ней. И попробуйте ощутить в теле, что вы всё прекрасно чувствуете. У вас отличное обоняние. Прямо себе так скажете. Да, я всё чувствую. У меня отличное обоняние. Все запахи. У меня отличное обоняние. Я получаю от этого удовольствия. Я получаю от этого удовольствия. И вот почувствуйте, как эта мысль начинает всё сильнее и сильнее разливаться по вашему телу. Создавая в теле ощущение. И прокручивая эту мысль, вы всё сильнее и сильнее концентруетесь на этом ощущении. Я чувствую все запахи. И получаю от этого удовольствия. Я чувствую. запахи получают это удовольствие. Меня радует этот мир во все его многообразие. Меня радует этот мир во все его многообразие. Все страхи, которые у меня когда-либо были, мгновенно растворяются и на место страхов приходит любовь. Все страхи, которые были, мгновенно растворяются, и на место страхов приходит любовь. И я все сильнее и сильнее чувствую ее в своем сердце. И во мне не остается без страхов. Чувствую любовь в своем сердце. И во мне не остается страхов. И наслаждаюсь этим ощущением. И наслаждаюсь этим ощущением. Да, как стоим. Такое какое-то легкое головокружение. Так. Нюхайте еще раз. Как будто бы сама себе запрещаю это, понимаете? Как будто бы не верю в это сама. А вот я теперь не запрещаю себе. Я просто воспринимаю запах таким, как он есть. Что я чувствую? Я воспринимаю запахи такими, какие они есть. И просто нюхайте. Я воспринимаю запахи такие, какие они есть. Я люблю свою маму. Я люблю своего папу. Воспрямя мер таким, как он говорит. Я люблю своего папу. Я принимаю решение любить себя и получать от этого удовольствие. И чувствую все запахи такие, какие они есть. Такими, какими они есть. Как ощущения? Я не чувствую. Я не позволяю себе чувствовать или я действительно не чувствую? Вот определите это. Я действительно не чувствую. Действительно не чувствую. Внутри. Вот первый раз, да, после того, когда мы поработали. Вот первое ощущение, которое прошло, когда вы розы стали нюхать. Какое оно было? То, что я не верю, что я почувствовала. Да, вот не верю. А что я в этот момент чувствовал, когда я не верил на самом деле? Я воспринимал запах, он начал пробиваться в этот момент? Может быть, запах начал пробиваться, но я как будто бы не верю, что такое возможно. Не позволяешь себе это сделать? Нет. За 38 лет уже сжилась с этим и зацементировала эту реальность. Что хорошего в том, что я не позволяю себе чувствовать запахи? Что хорошего в том, что я не позволяю себе чувствовать запахи? Что хорошего? Ничего. Что хорошего в том, что я не позволяю себе чувствовать запахи? В том, что... Может быть, в том, что я не чувствую вонь, сигарет. Муж курит? Нет, я курю. Кстати, я тоже хочу от этого избавиться. От сигарет или от вони? От зависимости. То есть это свойство, которое покрывает вред от сигарет, которые вы не ощущаете? Ну, мне просто так захотелось сказать почему-то, да, что именно вот это единственное, из-за чего может быть то, что не чувствую, это и вони. А вот теперь представьте, что... Другая вонь не пришла просто в голову. Почему-то только... Ну, понятно, что обоняние... Вот у ковидников, я просто с таким в основном работаю, да, запросом, оно всегда с какой-то... ...связано, где было неприятно. Если для вас сейчас, в данном жизни, давно курите, кстати? Ну, я периодически, но в последнее время прям что-то, да... Пачка в день? Ну, лет 10 так. Пачка в день? Ну, нет, где-то на 2-3 дня вот так. На 2-3 дня. А что это? Папиросы, сигареты или что? Обычные сигареты. Теперь представьте, что вы чувствуете вонять сигарет. Запах никотина, вот этого пережёного, бычков, если вы их там где-то притушили, вы чувствуете, как это противно пахнет. Ну, я могу представить, что это противно, но как не могу... Ну, неважно как, это точно вы чувствуете, вы прямо скажете, что я это чувствую. Я это чувствую. Как состояние? Я чувствую, как воняют сигареты. Я чувствую, как воняют сигареты. Стыдно. Как-то стыд какой-то. Что ж, чего я стыжусь? Ну, может, что я это делаю? Перед кем? Что от меня душит? Да, перед кем я... Ну, перед всеми, наверное. Может, перед детьми. В первую очередь. А когда я вообще чувство стыда чувствовала в своей жизни и больше всего? Какая это была первая ситуация? Когда чувство стыда больше всего ощущалось? За что мне стыдно? Ну, в детстве. Наверное, в детстве. Что там было в детстве такого очень стыдного? Какой случай в голову приходит? Да, там самый, может быть, первый или самый мощный. чувство стыда было очень сильным. Ну, почему... построили домик, и пацаны, какие-то мальчишки старшие пришли. Я же одна девочка была среди всех. Я всю жизнь у меня и брат, и вечно с одним мальчиком вокруг. И я воспринималась всегда, как, ну, типа, свой пацан с ними. А тут пришли какие-то старшие, и они что-то пошутили, такое пошлое в мою сторону. И вот, наверное, мне было стыдно. Что портал? Ну, это вот... Что они такого, портал, с которыми... Ну, что-то... Они... Ну, они сказали что-то, типа, сейчас мы тебя полапаем, что-то такое. Так. То есть используют... И я... Ага, в целях. И мне это было очень контрастно, потому что обычно такого никогда не было. Тут какая-то вот... Вот этот стыд я почему-то вспомнила. Сколько вам лет было тогда? Не знаю, может, лет восемь. Лет восемь. Так. Хорошо. Давайте с этой историей поработаем, посмотрим, к чему это приведет. Скажи себе, мне один день я в животе у своей мамы. Мне один день я в животе у своей мамы. Как там ощущения? Мне один... Мне один день я в животе у своей мамы. Обычно как-то просто спокойно, ничего. В этот момент представьте, что приходит к вам Бог и говорит. Дорогая Катя, в твоей жизни получится так, что когда тебе будет восемь лет, ты будешь в основном тусоваться в компании мальчиков. И придет новая мальчическая компания, и они скажут, что они тебя, как девчонку, сейчас будут использовать. Они тебе будут лапать, изучать твое тело в своих там сексуальных фантазиях. И тебе от этого станет стыдно и неприятно, что ты девочка и что ты беззащитный перед ними. Но все это для того, чтобы ты в этот момент почувствовал себя действительно девочкой, которая прекрасная, красивая. И это для того, чтобы ты ощутила, что тебе ничего не угрожает. И чтобы быть девочкой это приятная, прекрасная, что все девочки прекрасно пахнут, в том числе и твое тело. И это для того, чтобы ты воспринимал этот мир как что-то красивое и свое тело точно таким же, как шедевром, который создал Бог, которым ты будешь наслаждаться всю свою жизнь. Как состояние? Нормально. Захотелось выпрямиться. Как тело? Выпрямить спину. Как тело ощущается? Хорошо, спокойно. Все спокойно. Теперь попробуйте еще раз взять розу и понюхать. Не чувствую. Я женщина, я прекрасно пахну. Я украшаю собой мир. Мне ничего не угрожает. Нет ничего последнего в этом мире, что могло бы со мной произойти. Я себя люблю за то, что я женщина, за то, что я украшаю собой мир и за то, что мир прекрасен. Как же с вами? Состояние спокойное? Состояние спокойное. Почему-то нет. Почему-то нет Значит, смотрите Что дальше, Катя, надо делать Дальше освобождаться от чувства стыда Если оно еще в какой-то истории Слывет Потому что Смотрите На примере ковидных пациентов Запах блокируется От нелицеприятных ситуаций в жизни Вот И Это становится правильной моделью С помощью которой человек адаптируется К тому, что происходит у него Так, Катя, что-то зависло Слышите меня сейчас? Сейчас хорошо Да-да, я слышу Итак, человек глубоко прячет эти все переживания От собственного сознания И к ним адаптируется И с обонянием блокируется Как психическое свойство Для того, чтобы что-то неприятное не ощущать Относительно себя И Скажем так Тех ситуаций, которые были ранее И для того, чтобы свой мозг обучить Безопасности Обучить тому, что Мир пахнет, это прекрасно И мне ничего не угрожает От того, что я начинаю воспринимать запахи Дети, надо будет вам позаниматься Поскольку блокировка стоит давно Заниматься надо через восприятие себя Гармоничной, счастливой, защищенной женщины Которая кайфует от этого И которая ощущает тотальную безопасность В этом мире И самое главное Тотальная любовь К самой, к себе К тому, какая вы есть Если когда-либо Вы в своей жизни Себе Опять за весь экран не слышите Да я продолжу запись Потом посмотрите Когда-либо себе Отрицательные оценки давали Закрывали себя Как личности Как женщины С этим надо попрощаться И тогда Вы будете чувствовать Что вы в этом мире Полноценно присутствуете И мир вас окружает Своей заботой И вот тогда Мозг начнет Отпускать Блокировку И запахи Начнут возвращаться Поэтому Катя Вам надо делать Две вещи Первая Это Аффирмации Относительно Любви к самой К себе Как к женщине Я себя люблю И получаю от этого Удовольствие И вторая аффирмация И так Минутки три Говорите Концентрируясь На этом Ощущении На этой мысли И потом На этом Ощущении А потом Следующий Я все Прекрасно Воспринимаю У меня Отличное Обоняние Я чувствую Все запахи Это надо Говорить И чувствовать Это Даже если Обоняние Пока не работает И вот так Два Три месяца Интенсивной Работы И я уверен Что результат У вас будет Понятно? То есть Мускул любви То что называется Отношение к себе Надо накачать И тогда Ощущение Зажатого обоняния И небезопасности Уйдет из вашей жизни Над этим Надо поработать Повторю То что я Рассказывал Пока Были в недоступе То что Родители Не дали проявиться Вам так В природе Да Так и было Вот И самое детство Ощущением Вот Я увидел Образы океана Рыбы Все что с этим Связано Вы где живете В каком регионе Я живу В Ставропольском крае Ну у нас здесь Пропольск Да Океанов Не было тяги Жить с морем Рядом Или с океаном С морской стихией Что-то там делать Ну у меня была тяга Наверное Несколько лет Жить Ближе к Сочи Но потом Так как Жизнь сложилась Так что мне пришлось Вернуться опять сюда же После учебы Вот Вышла замуж И оказалась Там же Откуда приехала И Со временем Наверное лет 10 Я мечтала А потом Просто перестала Мечтать об этом Вот Посмотрите Сочи Окей Сочи пусть будет Что там делать Вот Какая деятельность Находясь рядом с морем Меня тянет Не знаю Вот правда Тянула просто Та атмосфера Которая там Аж чем Какая деятельность Не могу сказать Что в этой атмосфере Что в этой атмосфере Меня тянуло Она такая Спокойная Всегда веселая Позитивная Такая Такая Какая-то Позитивная Вроде и спокойная Но вроде Там такое Всегда настроение Веселое Там как-то Так Радостно Что ли Наверное Больше про радость Курорт Курорт Потому что Ну даже здесь Не про курорт Я туда не всегда Ездила Прямо Именно К морю У меня там Подруга Жила Просто мне там Как-то вот Беззаботно Может быть Так Что-то Ну представьте Что вы живете В Сочи Уже Наверное Не могу Ну представь Что там Хочется Сделать Не знаю Связанное С водой Не знаю Не могу Сказать Какое Образование Получили Ну Образование Мне родители Дали Агронома Поэтому Я естественно Никогда Не была Агрономом В душе Это да Это не то Представьте Что вы там Поступили На Есть институт Эноографии Где-нибудь Или там Мореографии Какой-нибудь Где-нибудь там На юге России В Сочи Или где-нибудь В Европе Никогда Не интересовалась Не знала Мне хотелось Поступить На Или на языки Вот Или что-то С туризмом Связано Вот Это было Две моих Но я хотела Вот так Ну Вроде бы Как Точно Не была Определена Но вот Языки И туризм Меня привлекали Ну Естественно У родителей Не было возможности Поступить Меня В эти Вузы И Пришлось Учиться На Агронома Ну Слушайте Агроном Это хорошо Но Это все В прошлом Нет Ну да Ну да Итак Томиш В Сочи Жить там Около моря И найти себе Там Достойное Применение Что мешает Ну Мешает То что Мы живем Здесь Здесь У мужа Работа Карьера Ставропольский Край Не так Далеко От Сочи Ну Не так Далеко Но Это И Не близко Но У мужа Здесь Просто Он В органах Работает У него По карьерной Лестнице Он Уже Сейчас В руководящей Должности Естественно Нет Он В следственном Комитете Ну Иногда Их Перемещают Из одного Региона В другой Ну Да Его перемещают Каждые пять лет Но Его перемещают В основном Из соседнего района В соседний Там Ну То есть Недалеко Отсюда Когда Крайер Следующая Ротация Когда у него Ну Через Через Четыре года Через четыре года Но Она может раньше Произойти Нет Почему А у них Там вроде бы Как Через каждые пять лет Только Ну Бывает же такое Страшие раньше Происходит Ну Я Не знаю Как у них Там Это все Устроено Не важно Как у них Важно Вот Я хочу И так Происходит Такое Возможно Я почему-то Даже Это не могу Представить Что Такое Возможно Кать Вообще Свободную Волю Вас отбили С самого Детства Что Из вас Рабы Не делать Наверное Которая должна Тупо Извиняюсь За вооружение Следовать Что родители Говорят То и делать Ну Я просто Раз Как Сейчас Думаю Из того Что У нас Здесь Дом И вы Чувствуете Из того Как Вы себя Чувствуете Понимаете Не живите Чужими Представлениями Живите Своими Ощущениями Что Вам Тело Самое Ваше Подсказывает Что Хочется Возможно Ли Что Его Переведут Раньше Да Хотел Ли Я Вот Это Происходит Могу Се Представить Когда Нет Никаких Ограничений Была Ну Могу В принципе Могу Как Знаете Мне кажется Я просто Уже Туда Не Хочу Я Ж Говорю Я Несколько Лет Десять Хотела А Сейчас Как То Я Ничего Уже Не Хочу То То Есть У Меня Со Временем Оно Как Бы Засох Что Ли Это Желание И Все Жить Хочу Жить Хочу Хочу Там Где Мне Хорошо Где Мне Хорошо Не Знаю Не Знаю Где Моему Тело Сейчас Хорошо Спросите У нее Где Моему Телу Сейчас Хорошо Почему То Я Вижу Много Зелени Мне Хочется Много Зелени Вот Это Насыщенной Зелени Где Моему Телу Хорошо Я Там Где Мне Хорошо Ну Точно Не В Каком То Большом Городе Где То Ближе К Природе Наверное Не Знаю Артем Олегович Не Могу Почувствовать Правда Где Мне Хорошо Мне Хорошо Там Где Где Мне Может быть Спокойно Где Все Хорошо Где Хорошо Там Где Мне Хорошо Где Хорошо Там Где Мне Хорошо Может Быть Мне Здесь Хорошо Когда Все Хорошо А Поехать Можно Всегда Куда Нибудь Попутешествовать Смотрите Еще Раз Вы Попросили По Предназначению До Вас Посмотрите Я Вас Опускаю В Кост Иду 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 Иде Самое Рождение Я Вижу Там Другую Энергию До Трех Лет Вы Были С собой Потом Что-то Пошло Не Так То есть Из Вас Начали Делать Рабыню Женщины Которые Девочки Стали Указывать Что Надо Делать Какая Она Должна Быть И Вы Просто В шоке От Того Что Происходит Вокруг Стали Подчиняться Этому Выбору Поскольку Никакого Другого Не Зна Я Уже Не Знаю Насколько Авторитарные Ваши Были Родители Но Вам Такое Ощущение Что Мозг Сделали Основательно Все За Вас Решали Как Будто Вы Неразивый Ребенок У Которого Ни глаз Ни уши Ну Ни обоняния Судя По всему Нет Понимаете И Глава Реально Сделали А Вот Это Ваша Природная Энергия Она Осталась Там Зажатой В детстве Спонтанности Где Вы Чувствовали Этот Мир Другой Я Туда Погружаюсь И Даровать Вам Огромный Спас По которым Предположить Что-то Очень глубоко В детстве Осталось Переживание Может Рыбалкой Нравится Заниматься Все Что Связано С Этим Вопрос Рыбалкой Я Занималась Да Все Детство Вот Такой Любительской Ну Да Любительская Но Сам Процесс Просто Был Интересный Тут Видится Не Речка А Море Большое Водное Пространство Соленой Водой С которой Есть Слезть Знаете Артём Олегович Самое Интересное Что Я Пронаблюдала Ну Раньше Всегда Мне Хотелось На море А вот Сейчас Последние Наверное Лет Пять Я Как будто Сама Себе Призналась Что А вроде Бо Мне Как-то И Ну Я Смотрю Все Люди Всегда Хотят На море А я Вот Как-то Что-ли Перестала Чувствовать Энергию Вот Море Вот То есть Она У меня Как будто Бы Исчезла И Последнее Время Мы Ездим На море Ну Просто Потому Что Там Дети Развлекаются А я Вот Еду Так Для Галочки То есть Я Не Получаю Удовольствия От моря Вот Такое У меня Даже И Я Это Пронаблюдала Вот Ну Последние Наверное 5-6 Лет Вот Так Мам Когда родила Сколько Был лет У вас Когда Меня Мама Родила 30 31 Или 32 32 То есть В общем 38 Мы Сказали Да Да 38 Примерно Так же Вот Как и Я Наверное Второго Ребенка Родила И Мама Меня Родила То Что Она Говорила Поздно Поздно Она Меня Родила По Тем Временам Это Считалось Поздно Ну А Не Жалеет Выбор Вас Настоять Нет Я Разговаривала С ней Вроде Б Нет Ну Просто Я Пошутила Что Как Мне Повезло Ну И Она Пошутила Как То У Них Раньше Видите Как Это Было Как Заздрасте Ну Да Иногда Как Звучит Ну В принципе У Наших Моих Родителей Ну Все Рано Мамин Опыт Спроизировался На вас И Влияет В его Власти Находите Самое Детство Зажали В этом Это Не То Чтобы Невротизм Вам Дало А Именно Ощущение Себя В этой Все История Была Подзажатым Когда Ну Могу Согласиться Да У меня Мама Такая Она Тревожная Хотя Я Очень Долго Уже Работаю И Вашу Проходила Практику Прощения Вот Кстати Она Мне Прям Так Помогла В какой-то Момент Просто У нас Был Ремонт Дома И Мы Жили С Родителями Полгода Ну Я Со Своим Только Одним Родителем Только Вторым И Я С Детьми Потом Долго Жила У своих Родителей Мы Так Ссорились С ними Сильно И Вот Только Благодаря Практике Прощения Вашей Я Смогла Ну Как Уже Все Это Время После Того Случа Я Хотя С ними Не Ссорюсь И Они Меня Наверное Сильно Не Раздражают А так Я Прям Да Долго У меня Мама Тревожная И Я Долго Пыталась С ней Смириться С Вот Этой Тревожностью Опекает Всегда То Она Опекает А Меня Это Естественно Раздражает Как Она За Все Боится Понятно Под Колпаков Ну Да Это Сказывается До сих пор На Вашей Неопределенности Относительно Своей Жизни И Непонимание 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 Один из Симптомов Который Характеризует Именно Эту Ситуацию Итак Кать Что делать В этой Истории Первое Это Искать Свою Истинную Природу Да То есть Быть собой Начинать По мелочам Себе доверять Хочу Делаю Хочу Не Делаю То есть Задавайте Себе Этот вопрос Второй Момент Сейчас Вот я Туда Вошел Я смотрел Как вы думаете Какая вы стихия Какие были Свои Версии Что вы Чувствуете Ну Сразу Захотелось Сказать Вода Ну Может быть Это после того Как вы Сказали Море Но вы Спросили Какая стихия У меня Вода В голове Было Слово А до того Как я вам Это сказал Какая была Стихия Наверное Земля Почему Так Володь Сделали Не знаю Интуитивно Земля Это человек Который Может Одно Делать Делать Долго И получать От этого Удовольствие Ограниченное Нет Я Наверное Нет Тогда Нет Тогда Огонь Лучше Воздух Всё Вокруг Окол Ходил И так далее У вас Воздух Больше Он доминирует Ветер По сути Человек Который Двигаться Перемещаться Ну да, это да, да. Ну в смысле, у меня огонь, наверное, ассоциировался с вот этим, что нужно двигаться в движении. Я одно и то же долго не… Это не моё. Поэтому для того, чтобы вернуть связь своим детским состоянием, надо доверять внутреннему ветру. А внутренний ветер — это куда вас, в хорошем смысле, несёт, куда тянет. А у меня интуиция хорошая, если я ей буду доверять? Интуиции плохой не бывает. Она бывает, человеку показывает какую-то грань только, а бывает чуть больше, чем просто грань показывает. Но она всегда говорит о том, что человек более полноценно видит картину. Человек, обладающий интуицией, он более адекватен, чем человек, который ей вообще не доверяет. Да, с помощью интуиции можно что-то видеть, но не всё. Ну какую-то вот… В зависимости от контекста, ситуации, я тоже не могу сказать, что вас полностью просканировал, но какую-то грань увидел, а дальше стал эту картину осознавать. Что это значит? И какие-то вещи вы подтвердили, да, а какие-то ещё требуют дальнейшего развития. И вы ветер, да, и надо себя раскачать в этом вопросе, чтобы паруса наполнились, и вы бы стали управлять ветром, направляя его туда, куда хочется его направить. Это следующий уже этап. Познание себя и раскрытие своих талантов. Понятно, да, и тогда в запахе пойду. Как тело пахнет? Ваш, хотелось… Когда вы спросили, я хотела сказать «мёдом». Ну вот сейчас пойду, чем пахнет. Ничем, но хочется сказать «сахаром». Чувствую слабость. Не знаю, почему. Да, обожаю. Нет, обосприятие своего тела слабость чувствует? Да. Чувствую. А розу теперь возьмите. Она на улице? Я возьму… Она уже там, я сейчас возьму кое-что другое. Аромопалочки? Угу. А, не ваши? Нет, это муж покупает. Для вас или для себя? Ну, это для дома, а вообще, ну да, какие-то запахи покупает мне он и одна подруга. Вот как-то я на интуитивном уровне им доверяю, я же сама не знаю… Я чувствую, что от этих палочек. Сейчас. Ничего не почувствую. Ничего, как будто не так совсем, да. Итак, Кать, история с вами не быстрая. Надо себя раскачивать дальше, развивать. Тогда психика начнёт отпускать защиты, совсем отпускать. И ветер будет подниматься, наполняя ваши паруса, и вы лучше начнёте себя создавать в этом мире. Снимите все защиты, и запахи откроются. Как будто так всегда и было. Вот прям включится лампочка и всё. Когда вы позволите, чтобы это произошло. А как впустить ветер, если каждый день день сурка, и ничего не происходит? Перестать, скажем так, делать обыденные вещи в мелочах. Пойти разной дорогой, туда, куда привычно ходить. По-другому перестроить свой график, довериться спонтанности, дать себе время на спонтанность. К примеру, у вас есть какие-то обязанности, которые вы там логистически в семье выполняете, допустим. Но есть и свободное время. И вот это свободное время, всё равно у вас там 5 часов, 2 часа, 3 часа, 5 часов, наполнить каждый раз неким хаосом, в хорошем смысле этого слова, когда вы будете принимать решение, именно тогда, когда эти 5 часов наступят. наступает время хаоса, давайте так, вы слушаете, так, чего я хочу сейчас делать? Прямо спрашивайте сами у себя. И какие-то идеи будут приходить в голову. И вы эти 5 часов отдаетесь этому хаосу, когда вас кто тянет книгу почитать, пойти что-то сделать, куда-то погулять, с кем-то поговорить, и вы в этот момент воспринимаете это как свобода выбора. Покататься на роликах, ну да. Ну, там, музыку включить, ничего не делать, поспать. Ну, вот спонтанность должна быть. Вот присущая ветру, да, лампа тогда будет раскачивать в вашем парусе, и энергии станет больше. Я, кстати, наблюдала за собой, что если я что-то делаю спонтанно, то у меня это получается. Но в последнее время не получается спонтанно, потому что много ограничителей. Вот и сразу говорю, что чтобы ограничители у вас снились, вот такой простой приём. вы выделяете время для спонтанности. Отсознанный хаос. Два, три, четыре часа. Вот когда вы себе посвящены, вас никто не контролирует, вы делаете, решаете в моменте, что делать. Мясо порубить, пойду мясо порублю, стейк сделаю, на велике покататься, иду на велике катаюсь. Ничего не делаю, ничего не делаю. Хочу голову третий раз за день помыть, иду и мать. Понятно? Вот такой контролируемый хаос. И эта спонтанность будет ярче и ярче у вас появляться. И вы будете расцветать в этом. Будете расцветать, будете делать практики самовнушения, энергия начнет открываться, и тогда запахи от баунса, и включатся в один прикосновение, когда вы позволите, чтобы это произошло. Понятно, Катя? Понятно. Поэтому с вами дольше придется повозиться, но вам. Но это все произойдет, не вижу никаких трудностей с этим. Надо только разбить свое истинное... Это возможно, чтобы произошло, да? В этой жизни все возможно. Нет вообще никаких ограничений. Понятно, что вы там одним прыжком на Луну не запрыгнете, а вот с точки зрения событий, здоровья, реализации своего таланта, здесь все что угодно может произойти. Нет ограничений. Все, понятно. Спасибо большое. Просто находить время для хаоса, чтобы ветер ваш просто на полных ваших поросах. И вы вернете тогда вот то детское состояние трехлетней девочке, которая была зажата родительскими авторитетами, которые типа лучше знают, что надо делать, чтобы жить в этом мире. А это не так. Вы видите, что это зажалось именно с трех лет, да? Ну, у тебя с этого возраста энергия стала другой. А там была другая. Один-два года вы были с собой. Как обычно сидите, они, да, некая возраста и сами спонтанные. По характеру видно, что за ребёнок уже будет. Главное, этому не мешать. И каждому ребёнку требуется свой подход. А если он универсальный на всех, спать, лежать, работать. Ну да, у нас было так, наверное. вот эти армейские вещи, они начинают. Ну, работать нет, как-то меня не трогали никогда, а спать, лежать, есть, это было. Ну да, иначе убьют. Поэтому вот, собственно, и это отбивает самость у человека. А вы, ну, человек, контролируемый хаос характерный. Ну, это у вас одно из проявлений воздуха, спонтанность. Вам этого не хватает, вы это позабыли. Поэтому надо это свойство подсветить, уделять ему время, и тогда у вас хорошие мысли понесёт. Энергия начнёт наполняться, и вы будете обретать заново себя. И тогда идеи будут переходить, а что я сделаю, как это сделать. И вы увидите, что то, что раньше казалось нереальным, вдруг будет им становиться, поскольку вы будете органичны в этом. Сами собой творить свою реальность. даже разговор с вами мне когда-то казался нереальным, если честно. А тут оказывается раз, а он реальный. Всё раз, и всё и происходит. Тем более, мы с вами так приятно воркуем, потому что очень интересно с вами работать. Спасибо. Хорошо, Катя, удачи вам. Спасибо большое, Артём Олегович. До свидания. До свидания.